Это все событие начиналось, разворачивалось в 2018 году, в конце где-то лета там, июль, июнь, приходит ко мне Сиденко вместе с Абдул Матию, доктором Мати, как мы его потом называли, который я не знал, я знал только Сиденко. Сиденко потом был, в последующем стал директором клиники Красноармейской, который как бы и должен был все эти дела там регулировать с законом приходы, расходы, учет, контроль и все на свете. Но он так и толком там и не занимался все этим делом. И говорят, давай мы здесь откроем на твоих помещениях бизнес, медицину, у тебя центральное расположение как бы в Красноармейском районе, здания хорошие, красивые, у меня там три здания стояло. Ну и у меня уговаривают, не раз приезжают ко мне, не один раз, раза три-четыре приезжают, хотя у меня во всех помещениях были арендаторы, спокойно все, как бы работа шла, все хорошо. Ну в итоге уговаривают меня. Потом появляется, значит, тут же появляется Пермяков. Пермяков, значит, мне, когда появился Пермяков там на одном из тоже встреч в Красноармейском районе, мне его представили как богатый человек, который будет учредителем, и меня начинают уговаривать, давай ты войди к нам тоже учредителем. У меня на тот момент жена как бы была учредителем прибоя и сын. А ты войдешь в клинику, в Академию здоровья, создадим которая, которая будет сеть клиник по городу Волгограду, большая. И начали мне рассказывать о том, что значит у них много клиник, что они серьезные люди, что они в этом бизнесе давны. Ну я Сиденко знал, знал, что он был в свое время директором Диалайна. Я как бы повелся на эту тему и думал, что так оно и будет. И начинается вся эта история по ремонту. Меня начинают возить в центр города в академическую клинику, которая рассказывает, что это их клиника, а потом выяснил, что это далеко не их клиника. Это Мати просто там работал доктором. И возят в клинику, которая должна была быть на 7 утрах, на 8 воздушной улице. И там начинается огромный большой грандиозный ремонт. И все свои деньги, 12,5 миллионов, я передавал на 8 воздушной, в том помещении, которое должна была под клиник существовать. Я передавал эти деньги Абдул Мати вместе с Воблинко Еленой Вячеславовной, которая была главным бухгалтером, а потом, когда выяснил, что она просто отдел кадров, а не бухгалтер, абсолютно так мне представляли ее. Потому что я же документы их не видел, мне ничего не показывалось. Это потом, когда все через два года бросили, все убежали, все уволились, рассчитались, мы начинаем искать какие-то документы, которых не оказалось, компьютеры были заблокированы. Ну, кое-что там нашли, потом выясняется, что Воблинко это не бухгалтер, а Сиденко у нас бухгалтер и директор, который ничего как бы не делал. То, что я вначале говорил, по факту получается, которым я верил, как бы доверял и на него-то, собственно говоря, там рассчитывал. И после наших всех этих скандалов уже неоднократно, которые начались, о том, что, я же говорю, два года, ничего нет, аренду не платится при бою, коммуналка не платится при бою, деньги мы все фактически семейные, которые у нас были, пустили в Академию здоровья, у нас нечем закрывать, даже налоги получается уже. Мне тут рассказывают, что сейчас по терапии подожди, вот сейчас начнется работать, сейчас вот и седьмая воздушная там, восьмая воздушная заработает на семи ветрах клиника. Но потом меня в последующем так туда и не включили, в эту клинику, там Пермяков оказался одним учредителем, хотя она называлась точно так же Академия здоровья, один в один. Ну и я начал, я понял, что меня как бы тогда уже надули, очень серьезно надули, обманули, писал заявление и мы начали, подали в суд о том, что значит с Академией здоровья изыскать за аренду. Начинаются все судебные дела, где мы все суды выиграли, возбудили уголовное дело в третьем отделении по поводу вот этих неопределенных людей, которые там Пермяков, Мати, Воблинка и Сиденко, их туда значит начали возить, допрашивать. И дело приобретало уже как бы стопроцентный разговор, диалог о том, что значит все это должно скоро перейти уже в суд, потому что следователи видели, понимали, что действительно было мошенничество, была кража, потому что много оборудования было вывезено в клинику в 7 ветров, плюс, я же говорю, ушел этот миллион за аренду с Красноармейского, коммуналка платилась в 7 ветров, а у нас не платилась коммуналка. То есть, ну, полное такое было надувательство с той стороны. Проходит где-то там 7-8 месяцев, ну, около года, это вдруг неожиданно дело стройки забирают, переводят в 8 отделение полиции в Красноармейскую, в отношении меня уже, и начинаются нас уже таскать, меня и мою жену в полицию. Значит, там я задаю вопрос, а почему то не происходит по тройке, которое первое уголовное дело, никакого движения нету. Они говорят, это не наше дело, мы это не знаем, мы не занимаемся, я пишу в бумаге, мне ответы ни о чем пишут. Потом я выясняю, что следователь, который вел в 8 отделении Кабаков Никита, значит, постоянно начал говорить, да вы там с Пермяковым заключите там перемирие, договор там, вы там ему отдайте там, там, как бы деньги, там помещение, то, что он просит, и тогда уголовное дело прикроется. Но это было озвучено не раз, и мне, и жене, и моего адвокату. Потом я уже понимал, что дело как-то идет, ну, абсолютно неправильно, не так, как должно быть, потому что мы ничем не виноваты были, мы абсолютно все были открыты, мы мало того, что отдали свои деньги, 12,5 миллионов, мы отдали все свои помещения, этой клиники Академии здоровья, в итоге, которая так и не работала. И по факту нас еще пытаются, так скажем, еще мошенническим путем отобрать эти помещения, рейдерским путем, там, я не знаю, скорее всего, рейдерским путем. Когда мы с Кабаком Никитой, это несколько раз меня вызывал, потом жену, я так понимал, что нужно выйти на какое-то, на лицо ответственное, потому что, когда Никит допрашивал, ему постоянно все время какие-то приходили смс-ки, звонки, и я просто увидел, что ему начальство все время как бы диктует, что и как надо делать в отношении меня. Чувствовал тогда и я, адвокат, что идет какая-то подсказка, наводка и чьи-то движения. Хотя мне Пермяков там, поначалу, когда мы там еще с дружили, рассказывал, что у него дружба с Русяевым. А Русяев это прокурор нашего Красноармейского района, который как бы и перетащил дело стройки, мое в отношении Пермякова и тех определенных лиц в Красноармейске, которое потом в последующем так и осталось там лежать под сутном, которое никуда ничего не двигалось, оно больше двух лет, уже третий год скоро закончится. Оно лежит без всякого бездействия. В одном из разговоров, когда я уже тоже не раз же к Пермякову приезжал, я говорю, давай зароем этот топор войны, хватит, надо и работать, дальше двигаться, у меня помещения стоят, движений никаких нет, работы нет. Вот он, нет, мол, там вот, Шугалей, там, уголовное дело возбуждено, там, в отношении тебя, там, оно там, мы сейчас дожмем, докрутим, либо ты мне отдаешь помещение и машину, там, либо мы уголовное дело, там, сажаем либо тебя, либо жену. Это постоянно мне звучало, в том числе от Кабакова Никиты, который мне это тоже постоянно звучал, и мой адвокат, у кого, говорит, будем сажать, либо Лебедянцева Сергея Викторовича, либо Наталью Константинову, жену. Мы договорились на встречу, значит, с Шугалеем Святославом в кабинете, который возглавлял комитет в восьмом отделении следственной. Значит, который и тоже озвучил мне, что мы должны, как бы, договориться с Пермяковым. То есть я должен был ему отдать либо помещение, либо машину по требованию Пермякова. Мы вообще просили, значит, какую-то еще бумагу подтверждения от Русяева, чтобы уголовное дело было закрыто. На что нам было отвечено. Не переживайте, мы все решим и все сделаем. Это прям четко прозвучало из Ус Шугалея. Поэтому я так понимаю, что там работает связка именно вот этого отдела прокуратуры, полиции и Пермякова по отжиму моих помещений и моих машин. Ситуация такая очень нездоровая, и я переживаю. Жена уже вся там, она и так у меня больная. Только на таблетках и живет. Фактически, получается, уже несколько лет. Как только связались с этими друзьями. По сегодняшний день я даже не знаю, чем это может закончиться, потому что уголовное дело, то, которое возбуждено было в тройке, оно похоронено в восьмом отделе, лежит, не двигается никуда. А против нашей меня и моей семьи идет очень сильная работа в отношении полиции и прокуратуры. Русяева и Шугалея. Конкретно вот этих двух людей. Конкретно вот этих двух людей.